Где один стол, один кабинет и сзади баннер. Ну а что они торгуют? Они не зарабатывают. Два билета в день, а смысл? Блин, 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 короче, выскакивает. Такая цена, такая цена. Тут говорит, хай, вот столько будет стоить. Я думаю, бля, а почему вы не работаете в системе, которую я знаю? То в итоге отель сам за сколько? За 10 долларов отдают в сутки? За 8, за 10. Серьезно? Конечно. Я не знаю. Я извиняюсь, у вас не очень нет. О, ништяк, вы зашли, круто. Бонталю? 45 тысяч долларов? Да. О, боже. What the fuck? Ничто так не развивает ум, как путешествие. И всем привет, это подкаст «Три медведи». С вами снова Биалы Искандар Мерзганиев, Панда Фархот Холматов, Бурубе Хрустна Срединов. И за нашими спинами, как всегда, наш тыл, наша прекрасная половина Зибота Джибаева. А также наш величайший оператор и монтажер Халил Буриев. Напоминаем, что тема нашего сегодняшнего сезона – это «Пан или пропал». Мы говорим с таджикскими бизнесменами о бизнесе, о проблемах, с которыми они сталкиваются. Сегодня мы решили поговорить о внешнем туризме, о том, как конкурировать на таком маленьком, но забитом под завязку рынке. А поможет нам в этом директор компании «Трансавиа» Хайдар Ибрагимов. Привет, Хайдар. Добрый день. Приветствую. А ты, на вы? На ты. Все, замечательно. Хайдар, туристический бизнес на внешних направлениях кажется очень легким и привлекательным, но конкуренция в данной сфере фактически исключает возможности выхода на рынок новых игроков. Так ли это? И как ты попал вообще в этот бизнес? Новых игроков, это новые, которые хотят открыть этот бизнес? Да. Например, многие, я вот слышал, что туристический бизнес – это такая сфера, надо попробовать, получится, не получится. Еще скандалы в Фейсбуке. У меня проработало несколько месяцев, своровало всех моих клиентов. И вот такие посты. Да, это у нас стабильно, постоянно, потому что идет ответ на этот вопрос, что каждый агент имеет свою базу клиентов, с кем он работает. И получается, от этой базы клиентов он приносит прибыль компании. Из-за этого охота за агентами, это всегда идет. И там, где ты можешь перекупить его, где дать больше зарплаты, он, конечно, идет к тебе и забирает всю свою клиентскую базу. В любом. А ты вообще сам как попал в этот бизнес? Я увел 10 клиентов. Я открыл свою кассу. Не, я долго, получается, не хотел работать в этом бизнесе. Ну и не собирался, не планировал. Работал, завешал в лановески. У дяди была компания, которая занималась оформлением окон. И, значит, как-то спускался от него и встретил соседа. И что-то мы с ним поговорили. Я у него спросил, чем занимаешься. Он говорит, ну, продаю билеты на зеленый базарь. Кассия. Я говорю, ну, классно. Все. И вот этот разговор, три минуты, наверное. Потом проходит недели-две, наверное, он мне звонит и говорит, к дням на сессию, ты можешь посидеть там две недели за меня? Я говорю, ну, давай попробуй. И вот 20 лет назад началось все, давай попробую с двух недель. Дошло до такого, ну, что я уже остался работать там кассиром. Долгое время работал кассиром, лет восемь. Потом уже решил открыть свое дело. И вот начинал с компании, которая была из двух человек. Потом стало три человека, четыре, пять, шесть. И вот пришло к тому, что мы уже, можно сказать, что мы на первом месте по обслуживанию организаций, клиентов, нашему сервису. К этому пришли сейчас, спустя 20 лет. А вот на рынке внешнему туризму существует два вида компаний. Это туроператоры и турагентство. Ваша компания-то что? Начинали мы с турагентства, но сейчас, после того, как мы запустили два рейса, два направления позапрошлым году, это Анталия и Шар-Мальшех. И мы уже, получается, стали как туроператоры. И уже сейчас мы можем спокойно заказывать рейсы и отправлять туристов. А в чем различие между операторами и турагентством? На пальцах, да. Для наших снижателей. Туроператор, он продает готовый продукт. Он создает этот продукт, договаривается, например, с принимающей стороной, договаривается о трансфере, договаривается самолет. А турагент, он продает готовый продукт, уже который дает ему туроператор. То есть туроператор, грубо говоря, сам составляет все меню, а турагентство, это можно так назвать официанты, которые продают готовый продукт. Готовый продукт, да. А как вообще создается этот продукт? Ты вкратце пояснил, что там находится самолет, да? Ну, начинается это от принимающей стороны, принимающей стороны, которая предлагает проживание, трансфер, ну, там, если нужна виза. Потом дальше уже идет все остальное. Получается, проживание есть, трансфер есть, самолет. И все, теперь подбор клиентов, аборт клиентов. Ну, сейчас это все просто стало. Есть система, в которую просто они вливают эти же самые отели, там, тысячу отелей. Также в него вносят стоимость билета, стоимость трансфера. А агент уже сам выбирает то, что ему нужно. Какой отель, сколько человек, и все. И система сама генерирует уже пакет тебе. И высчитывает те итоговые стоимости. А у вас своя система? Да, у каждого туроператора своя система. Ага, у меня есть. Которая все просчитывает, где плюсы, где минусы, где ты выиграешь, где ты проиграешь. То есть вы сами ее прописываете? Ну, ее пишут под каждое агентство, как ты хочешь. Например, у нас нет, потому что мы являлись представителями компаса. Компаса это уже было. Потому что мы только начинали. Мы вообще первые, которые запустили в Таджикистане чартерный рейс. В Анталию, например. Там же Шармошей. Ну, об этом мы еще поговорим. А вот сфера туристической деятельности, в принципе, особенно внешне, которая не зависит от нашей страны, требует огромных вложений. И есть большие риски, такие как курсы. Теперь выясняют, что и пандемия бывает такой риск большой, да? Очень большой. То есть требует немалых вложений. Вы говорите, вы начали за навесок, да? То есть вот эти деньги за навесок туда ушли с самого начала, не боялись идти на риск, открывая это? Ну, начинал же я с кассира и, получается, был как первоначальный капитал. Ну, небольшой, конечно. Но и не хватало на тот момент, чтобы открыть свое агентство. Был еще друг, который со мной попытался тоже вложиться. И мы открыли, получается, агентство вместе. Потом мы попали, правда, в кризис в 2008, что ли, годов был. Тяжелый был кризис, когда я с этим столкнулся. И он сразу как-то отменяет. Ну, говорит, это твое дело, ты в этом больше понимаешь. Типа, верни мои деньги, я буду сам. А ты сам по себе. Вот это был первый такой переломный момент, когда настиг. А сейчас, получается, на рынке их всех много советуют, если вы кому-то туда влазите, или уже места нет абсолютно? Есть место. Почему? А, то есть место есть? Самство возможно. Главное, как ты себя этому подставишь. Если ты хочешь работать, ты и будешь работать. Есть ли не секрет такая, примерно подушка должна быть для начала? Финансовая. Финансовая? Да, вот если мы решили вдруг открыть, не знаю, пока как официанты, турагентство, три медведя. Думаю, тысяч 10 мне не хватит. Чего? Для начала. Собмани? Доллары. А, ну, чтобы все открыть, чтобы все работало и красиво все было. Потому что люди у нас как, они не придут в простой кабинет, где один стол, и ты продаешь ту же, например, или так же билет. Это тоже есть вложения. Так, таких же баллов. Где один стол, один кабинет, и сзади баннер. Ну, а чего они торгуют? Они не зарабатывают. Два билета в день. А смысл от этого? Стоит ли себе вообще туда нести? А вы сколько продавали? От самом начале, да? Сколько вы продавали в день? Ну, может, 10 билетов в день. Сразу? Конечно. Нормально. Ну, получается, я же перешел уже как кассир. Со своей базой. Базой. И все, получается, стали приходить ко мне. Ну, мои клиенты. То есть, это восточное ведение бизнеса. Свои. Конечно. Только со своими. Не, а почему именно ты выбрал этот бизнес? Не как папа пошел в рестораны бизнеса, может, грезил о каких-то пальмах, экзотики, море. Не, вообще, люблю путешествовать. Это у меня с детства. Правда, мало путешествовал в детстве, да. Да, за ровшом. Но потом, когда открылись такие возможности, конечно, и вот билеты, получается, связанные с путешествием, и стало интересно почему-то. И было так все, ну, доступно было, и, получается, только это открытие было, после того, как одна была центральная касса, и больше никого. Потом, например, мы там появились, четыре кассы и главная касса. И вот с этого все и началось. А как вы тогда продавали? Тогда, вот я помню, были какие-то системы, там, Amadeus, Sirena. Это все до сих пор есть, все работает. Все это работает. И вы как-то подключаетесь к ним, или как? Да, это система, которую, как агентство, тебе ее прописывают, и ты в ней начинаешь работать. А потом тебя же, например, если ты подписываешь добр с авиакомпанией, тебя прописывают авиакомпания. Не, я тоже грезил об этом. Я даже закончил курс Amadeus, получил сертификат, заплатил за это, но я как бы не пошел. Что такое Amadeus? Amadeus, это система бронирования. Ну, она очень большая система. Там можно запланировать смелет, там можно запланировать, то есть, отель, трансфер, там, даже еду можно заказать себе в самолет, определенную. Ну, я не знаю сейчас, как здесь, но... Не, ну, она получается, вот, именно для авиации, для туризма, получается, там можно прописывать, и авиакомпания пользуется этими услугами Amadeus, и также и мы, агентство. А у нас в стране это развито? Да, конечно. Ну, без этой системы... То есть, люди могут без турагентства, без туроператоров сами? Нет, нет. Это если ты открываешь агентство, получаешь все необходимые документы. А, это такое внутреннее, да? Да, а потом тебе только дают на основании чего-то эту систему. То есть, простое физическое лицо не может себе что-то забронировать? Нет, просто вот меня всегда удивляло, очень много там авиакасс, и я в одной из них тоже, как бы, практику проходил. И я думал, как бы, я закончил Amadeus, у меня есть сертификат, я знаю все, короче, я прихожу, сажусь, а там в то время был майл-агент. И там в майл-агенте, короче, список, короче, разных этих авиакасс, там, других, и ты пишешь, там, подходит клиент, говорит, мне, пожалуйста, там, Душанбе, Москва. И он пишет быстро, Душанбе, Москва, короче. И там, блин-блин-блин-блин, короче, выскакивает, такая цена, такая цена, тот говорит, хай, вот столько будет стоить. Я думаю, бля, а почему вы не работаете в системе, которую я знаю? Ну, потом я понял, что, оказывается, не все авиакассы могут быть подключены к системе. Многие, кто не брали, потому что у них не было опыта работать, из-за этого. Понятно. Вархот, как ты провел это лето? Ну, я болел сначала, потом работал, и работал, и работал. А нету желания улететь? Всегда есть желание улететь. Выспаться где-нибудь. Не знаю, сколько раз не по волне получается не улететь, не выспаться с этой пандемии. Но, как выясняется, скоро все откроется. И с компанией TransAivia можно заказать билет, как мы выяснили, в стоимости 380 долларов. Тур. Не билет, даже, а тур. Горячий. Горячий. Как пирожки. Горячий. Я хочу этот тур. Заходите все на странички TransAivia и следите, что у них происходит. Заходите на официальные странички компаний TransAivia, где, как нам по обещалке, Хайдар будет покладываться все самые горячие, как пирожки, билеты и туры. Неважно куда и по самым выгодным ценам. И Хайдар мне позволит обязательно. Вообще, турфирма должна предлагать своим клиентам проверенный туристический продукт. Ее сотрудники должны самостоятельно побывать в тех странах, куда организовываются туры. Оценить уровень сервиса, проверить безопасность маршрута. Так ли это? Да. Но это же затратно. Почему затратно? Ну, ты же, блин, понимаешь, для того, чтобы поехать, ты должен как бы вложиться, чтобы поехать, там, пожить. это все входит в услуги туроператора. если вот мы, например, когда ставили рейс, мы собирали, например, с каждого агентства по одному агенту, чтобы мы, ну, им показывали тот сервис, который мы им даем. Получается, мы давали им бесплатные билеты туда-обратно, бесплатное проживание 10 дней и вот и обход в день 10 отелей, в которые они будут продавать эти туры. Ну, кстати, да, я слышал такой системы. они за свои деньги или нет? это берет все на себя туроператор. Ну, вот ты туроператор, тебе там целую араву повезти, это же очень дорого выходит. Нет? Ну, это затратно, но это потом есть от этого. Но у туроператора, думаю, есть договоренности с авиакомпанией, есть договоренности с отелями? Нет, нет, авиакомпания не берет на себя ничего, но отели, которые принимающая сторона, у них это заложено изначально. Ну, человек же не может взять по картинке продать, он же должен побывать там сначала в этом же отеле. У нас такое бывает, продают по картинке. Ну, есть такое, конечно, но просто они мало что говорят, мало что знают, а те, которые уже были на этих инфотурах, они уже спокойно сидят и говорят, да, я был там, я купался, кушал, такая, все это есть, и как меня встретили, как отвезли, как привезли. Ну, отелю, да, в принципе, это не составит большого труда, вот так вот, в раз вложиться, чтобы тебе потом возили людей, тебя рекомендовали. Там берется, как, 5 отелей, в 5 отелях, живешь по 2 дня, значит, приехали в 1 отель, 5-2 дня пожили, но 10 отелей увидели, потом опять, переехали в другой отель, опять 2 дня, живем и смотрим, еще 10 отелей, и вот так получается, до 70-80 отелей, они за 10 дней смотрят, и уже знают. А вот эта вот связь между отелями, все организацию, проект, грубо говоря, такое, коворкинг, да, это берет на себя тур операторов? Это уже, нет, это уже берет не тур, это принимающая сторона. То есть, там есть тоже, некая компания, которая отвечает за всех них вместе взятых? Которые вот предоставляют проживание и трансфер. Это какой-то крупный тур оператор? Нет, не то, чтобы крупный тур оператор. Тур оператор, это, если мы возьмем, например, тест-тур, да, вот он сам на себя все берет. Но с нашей стороны, например, у нас есть принимающая сторона, там их много, уйма компаний. Нет, вот чем она занимается? Я понял, она объединяет нескольких, нескольких отелей, да, вот отвечает за них. Я не знаю, это же не маркетинг, как это назвать? Я знаю, что есть крупные тур операторы, которые, то есть они глобальные, и они создают тур пакеты, то есть, но они не охватывают большинство стран, то есть, некоторые стран, там, даже в России, иногда они ограничены, то есть, но они крупные считаются. Ну, как вот эти буферные компании называются, чем они занимаются? Ну, не знаю, компания посреди. Вот я и говорю, вот этот буфер, кто они такие, да, то есть, тоже оказывается. они так и, у нас их называют, например, тур оператор. Тур оператор. Принимающая сторона у нас так называют, потому что у нас в систему генерировано, например, четыре принимающие стороны, но четыре компании, которые занимаются именно приемом наших туристов. И вот у этой, например, у этих четырех компаний, у каждого, например, по 200 отелей, с которым у них напрямую заключен договор, с отелем. Не у нас, как с тур оператором, напрямую с отелями, а мы через них берем эти отели. И расчет у нас идет с принимающей стороной, а напрямую отель мы не платим. И все ответственность на себя берет эта принимающая сторона, в случае какого-то казуса в отеле. Да. Она уже тебя от начала как забрали с аэропорта и до конца, до самолета тебя сопровождает и все отвечает на тебя. А что они с этого имеют? Ну, они же продают номера готовые. Они изначально выкупают отели, выкупают номера, а потом перепродают уже по другой цене нам их. А мы перепродаем уже другие. То есть, блин, сколько же стоит номер отелей, за их выкупает сначала одна контора, потом выкупает другая контора, и все добавляют, добавляют, добавляют. Получается, принимающая сторона покупает количество, там на 3 месяца, например, 100 рублей, а продает-то нам уже по номеру, а мы-то уже по номеру тоже продаем туристам. Но все равно интересно, сколько стоит. Вот если возьмем, давайте, к примеру, самораспространенное, скажем, Анталия, All Inclusive. В принципе, да, ну, в принципе, да, там все, вот если так взять, недорого, да, все включено. Вот я сижу, сейчас думаю, то есть, они это все включили, как у них идет вот калькуляция, у них выкупили это с копом, понятным, по скидке, не по розничной цене. Вы уже продаете по розничной цене, но выкупив со скидкой, опять же, правильно? Ну да. Чтобы добавить свое, то в итоге отель сам за сколько, за 10 долларов отдают в сутки? За 8, за 10. Серьезно? Конечно. Это же так бывает. Там же есть сезонность, понимаешь? Там есть номера, которые они продают, например, как сказать, мы его купили, например, за 8, а продали его за 10.50 долларов, например, в сезон. Пройдя через все этапы? Не, не то чтобы все этапы, но принимать, что он купил это много, много купил. И принимать, что это тоже, эти цены, у них, как эта шкала идет цен, по наплыву народу. И когда, например, горящие туры, значит, у них же остались номера, но эту они уже покрыли свою растрату. И теперь, а продать-то в любом случае надо, и они за счет того, что выиграли в каком-то месяце, закрывают эти месяцы. Паргуют. Чуть дешевле, например, там, я зашел в букинг, скажем, заказал себе гостиницу, купил отдельно билет и полетел. Нет, дешевле будет территория перед. Мне кажется, опять попадаешь на принимающую сторону через букинг. Нет, напрямую. Напрямую полетаешь, садишься в такси. Но это уже цена другая, собственно. Конечно, и дороже будет. То есть букинг тоже выкупает отель? Нет, в букинг они скидывают, например, у нас есть 10 номеров на какой-то промежуток. Все, если ты в этот промежуток попал и выкупил, пожалуйста. Получается, у туроператора выгоднее брать. Он тебе дает пакет, чем ты сам будешь собирать по кусочкам. но в любом случае чейсбукинг не выгодно. Не выгодно. Просто многие, кто... Есть у нас умные, которые покупают, кто приезжает там вообще, или, например, только завтрак. Все остальные и пьют, и кушают целый день, а у него только завтрак. Это тоже есть нюансов много. Если ты летишь на один день, да, конечно, лучше это через букинг, чтобы просто тебе остановиться, переночевать, а если ты едешь на отдых, тогда это лучше туроператор. Лучше туроператор, да, значит, выбирать. А нужно ли лицензировать именно туристическую деятельность, когда ты открываешь такой бизнес? Да, получается две лицензии. У нас есть лицензия, которая на авиабилет, есть лицензия на туристическую деятельность. Хайдар, в мире существует такая вещь, как компенсационный фонд должна иметь любая фирма. Турфирма. И здесь уже неважно, работает она в сфере выездного, внутреннего туризма, это называется финансовой гарантией. То есть, это те средства, которые никуда не нужно вкладывать, но которые должны быть заморожены в банке, как страховая сумма. К примеру, в России для туроператора, работающего в сфере выездного туризма, размер финансовой гарантии должен составлять не менее 130 тысяч долларов. Для турагентств эта сумма в 20 раз меньше, где-то в среднем 7 тысяч долларов. Существует ли у нас такой компенсационный фонд? Если да, то какая должна быть? Это получается в туризме или в сфере авиабилетов? Именно в туризме, турфирме. Именно в Таджикистане еще это не придумали, но в будущем нужно придумать, потому что уже Казахстан тоже к этому подошел. Россия уже давно на этом, но до нас все это не дошло пока. То есть у нас нету? Пока нету. Хорошо. А в случае такого, если такое происходит, что делать? Ну, это, наверное, обяжут туроператоров только положить определенную сумму, чтобы была сумма гарантов, что если в случае ты отправишь туристов, потом вывести их не сможешь, этой суммой можно будет вывести их обратно. Только твоя гарантина, обязанность или как-то так она называется. Просто привезти его обратно. Да, просто вернуть этих же туристов, которые ты отправишь. В случае банкротства. У вас были такие случаи? У нас пока нет еще. Вне сглази. Да. Мы всех отвели. А есть такой момент, но это нам больше относится к туроператорам, а турагентствам, потому что у вас все досконально продумано. Но часто бывало такое, что люди, скажем так, из-за задержки рейса, если у них еще и пересадка была, то есть они здесь полетели, у нас рейс задержался, там не успели. Что делать в таком случае? Кто Если выполняет два перелета одна авиакомпания, значит она берет на себя задержку рейса и автоматом пересаживает на следующий раз. Если две разные компании, тогда получается, что турист сам ответственный за это. И он прилетает и покупает новый себе билет и летит дальше. А если ему так сделали, ну скажем, туроператор ему сам так сделал, то есть вот ты здесь летишь например до Стамбула, со Стамбула ты летишь другой линии. Туроператор не предложит двумя разными компаниями. То есть если вам такое предлагают не соглашайтесь. Наши туристы ищут где подешевле и есть постоянно это. Берут например до Стамбула с Амонейром а дальше берут тем же самым Пегасу или еще чем-нибудь турецким и этим самым получается дешевле билет. Но многие кто страдает из-за поддержки например с Амонейром но это они сами отдельно покупают у нас пакет трансфер плюс проживание и отдельно покупают билеты. За это уже мы ответственность не несем. Но если мы продали весь турпакет за это мы конечно отвечаем. А если есть задержка то вы несете расходы за дополнительное проживание? Проживание как? Ну вот скажем задержка рейса например на сколько? Скажем на день на два не знаю и оплачиваете мы получается или он должен сидеть там в аэропорте не минусуем одну ночь если это сутки если это сутки но это бывает очень редко зимой урумчи и китайской авиалинии ну это там чуть-чуть нелетная погода не мы не сядем облетели обратно разворачивались был такой случай это постоянно вдруг приехали ждать зима холодно и друзья прилетают долетели просто с урумчи до душа мы уже долетели осталось только сесть они что-то нелетное давай обратно они развернулись улетели обратно в китае постоянно зима а какой тур самый дорогой на данный момент на данный момент нет туров за исключением пандемии ну то есть мы сейчас все это отбросим куда самый дорогой тур ну верно на мальдивы я так думаю не но можно дорогой тур и в антарии себе придумать ну это да от вашего желания не ну стандартный дорогой тур у вас же стандартный как бы ты можешь и за 50 тысяч долларов купить тур а можешь купить за 800 долларов на вашей практике какой самый дорогой был самый дорогой был 45 тысяч долларов ну там включено было еще яхта у них сушки яхту они брали президентский люкс что-то там еще это в какую страну в Анталию в Анталию 45 тысяч долларов не о боже а сколько людей если не секрет 5 человек а 5 человек 45 тысяч долларов ну 4 взрослых они ребят то есть потусить поехали ну да ну да все равно 45 тысяч долларов Анталия ну что там такого яхта ты что прям поехал там вот что с этой яхтой делать я боюсь с чебурашки как сказали эти большие бананы не черепахи да плаваешь большими черепахами ну тебя отвозят ныряешь с ними счастье-то какое не много чего можно придумать а какой вот скажем так самый бюджетный вариант и в какое время лучше его брать от Анталии начали считать 45 тысяч долларов я думаю это в любое время года ты это платишь здесь такие деньги езжай отдыхать с черепахами на яхте но самобюджетный если сказать самый бюджет это на горящий тур когда конец августа именно в те моменты когда надо идти в школу детям вот в эти моменты всегда остаются свободные места получается и вот тогда нам приходится делать скидки или же за сутки до вылета когда тоже остается 5 или 6 кресел которые надо продать и вот мы стараемся их продать получается по горящей цене то есть вы как и принимающая сторона берете тоже некую оптом да и в итоге вы тоже вынуждены делать скидки на определенные моменты сколько это примерно стоит ну если он средним стоил например 800 долларов то мы его продавали за 380 начинали там по 100 по 100 ты скидываешь скидываешь если у тебя остается 4 кресла лучше их за 380 продать чем они у тебя пустые в любом случае ты поешь там что-то купишь там закажешь там потратишь а там тебе уже приплюсуют это лучше чем пустой ну ты мне позвони шахмаршех мы вообще звонили всем подряд мне не звонил никто шахмаршех по 300 долларов продавали на 10 дней отдыха а вот а вот так остается пустые места авиаказ как и наверное турагент не туроператор а турагент авиаказ ну просто не знаю как будто кто-то шел и сеял вот так по территории бывшего зеленого базара там все ими утыкано как вот эта конкуренция происходит что делать как УДП какое-то придумать как выживать против них ну зеленый базар только авиаказ агент именно которые продают туры там 2 или 3 кажется а все остальное те которые просто продают билеты душан бы москва вот этим мигрантам которые едут на работу и все за счет этого они и живут а вы не продаете такие билеты мы продаем но мы делим акцент как сказать мы обслуживаем в основном организации посольства у нас чуть-чуть сервис другой и у нас нету скидок у нас есть сервис который мы берем например то есть вы вот эти ценные как золото билеты в Россию не бронируете но как сказать нам вот это не холодно и не жарко то есть здесь вы не конкурируете с агентом не получится потому что зеленый базар как ему дали процентную ставку например с каждого билета он с этой процентной ставки берет половину убирает и продает лишь бы количеством заработать а нам это не нужно зачем мы работаем нам дала авиакомпания мы продаем по цене авиакомпания у них просто биржа получается билетов ну когда много касса каждый хочет заманить себе а наш народ он какой крипту вот опять самым дешевле все как это 3d6 делают теперь они побежали сюда и вот эта война у них на зеленом базаре идет жесть какая-то а раз уж о России заговорили я никогда не слышал чтобы рекламировали тур поездки в Россию именно туры на Байкал поехать или в Крым который теперь их то есть нет таких здесь спросов нету на него то есть Россию не хотят так а почему так дороже получается чем в Турции если честно я даже с этим не связывался никогда ну и не могу от этого у нас как куда в Антаре все сюда вошел в России отдыха нет Россия единственная страна где будут туристов спрашивать регистрация есть ты что прилетел я турист у меня турпутевка я пришел посмотреть на вас Хайдар а чем занимался когда закрыли небо в пандемии работал продавал билеты билеты ну мы же обслуживаем получается организации организации для себя заказывали чартерные рейсы например рейсы выполнялись до Франкфурта а дальше летать надо было и получается Франкфурта дальше мы уже отправляли их так ничего же не летало не почему с Европы летало а отсюда как вылететь а отсюда чартером они летели например до Франкфурта также потом еще два рейса было в Дубай и вот промежутками выходили кто из дома работал кто выходил на работу потом как открылся Дубай все вышли на работу а много сгорело вы же заранее берете все планируете а тут раз тебе все закрыли или вы как-то заранее об этом знаете что все закроется и все ребят резко скидываем все акции нет у нас нет только у нас как мы работаем на депозитной основе на предоплате все эти деньги уже напрямую в авиакомпанию которая работает и так как авиакомпания закрывается но мы ничего не теряем авиакомпания не летает теряет только принимающая сторона все деньги авиакомпании но мы прибыли нет мы смотрели в приложении самолет не летали да ты говоришь летали летали но мы выписывали тегории для посольства Америки выписывали и со Франкфурта и Нью-Йорк Вашингт они в режиме стелс-фицеля выписывали билеты которые не из Душанбе не из Душанбе из других городов они чартером летят до Франкфурта а дальше мы оформляем все остальные участки приходилось вот так выживать Хайдар расскажи немножко про кейс который вы делали с компасом клиентов было много и какую прибыль вы от этого получили а что за кейс я не в курсе ну вот с компасом мы запускали чартерные рейсы получается народу было сначала было рискованно так как это первый раз было но потом решились все-таки запустили сделали начиналось все очень тяжело потому что так как народ не знал всего и не знал что такое чартерный рейс как это все будет но рискнули сделали народу короче было как сказать сначала было слабенько но потом уже научили получается народ научился всем понравилось потому что удобно сел сразу через пять часов ты уже на море потом сел ты уже до а почему я помню вы как-то потом закрыли перелет и потом люди полетели через Стамбул у нас была чартерная программа на девять рейсов мы восемь отлетали а девятый рейс он не грузился поэтому нам пришлось отменить его и уже догрузили мы на регулярные рейсы а на этот год планировали тоже в планах было в планах было но в чьи-то нынешнее положение то есть хорошие показатели этого кейса нет ожидали что от второго раза будут хорошие показатели от первого конечно все было плачевно не планируете сейчас что-нибудь замутить такое в этом году навряд ли то есть уже все на следующий год в следующем году жизнь будет снова возобновиться снова мы будем надеяться а кстати просто от себя вопрос часто слышно когда в России люди заказывают тур они говорят можно туда где нет русских ну вот есть такой прикол русские не хотят отдыхать там где есть русские а у нас не бывает таких запросов где поменьше таджиков например поменьше русских серьезно вот у меня более реально самолет это вот я не понимаю многие наверное пойму да то есть прийти ладно обувь снять в самолете это еще полбеды но почему если ты летишь в самолете ты должен воспользоваться всем то есть только самолет взлетел можно расстегнуть ремни очередь в туалет вот и по несколько раз нужно там стоять то есть это получить полный нужно комфорт какой-то чувство страха чувство страха бояться опоздать на самолет когда ты самолет летит без меня очередь отсутствует как так подсознание что это автобус что он сейчас уедет без тебя ты останешься когда момент объявляет о регистрации научиться со временем что а хорошо когда прилетают ладно улетать бояться не успеть на самолет но когда прилетают зачем себя вырваться а это какой-то это совковый страх ты прилетел за границ нам срочно убежать чтобы на тебя не смотрели потеряться в толпе а вот вопрос не по теме вы до сих пор являетесь президентом национальной федерации по плаванию в республике нет уже 4 года как не являюсь а почему больше не плаваете летаете да перешел в авиацию нет у меня 4 года я отработал и срок моей кандидатуры кончился спасибо друзья это будет подкаст 3 медведя с нами был Хайдар Ибрагимов директор компании Transavia до скорых встреч пока до свидания и